МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, задавайте ваши вопросы на сайте www.trksever.ru в рубрике «Алло, студия». Напоминаю, что там нужно пройти простейшую регистрацию, оставить свои вопросы. Я уже в режиме онлайн, здесь в студии, увижу его, и мы будем искать ответ на ваш вопрос, будем отвечать на вашу проблему. Что ж, 2.11.45 наш телефон, звоните. Хочу сразу же отчитаться перед вами, что по итогам прошлой программы, а вопросов было достаточно много, нам удалось заполучить ответы на них, правда, не все, так что вы не переживайте, мы попытаемся все-таки добиться правды в тех инстанциях, в которых нам пока это не удалось сделать. Сразу хочу ответить Николаю, у которого всегда очень много вопросов к Нейнскому рубаку «Колхозсоюзу». Пожалуй, мы пригласим руководителя в одну из наших программ, чтобы уже была возможность у вас детально по всем вопросам расспросить непосредственно Алексея Алексеевича Детятева. Ну а сейчас я предлагаю начать с вопроса, который нам в прошлую программу задавали жители деревни Макарова. Напомню, что там открыли новое медицинское учреждение, такой вот своеобразный, небольшой ФАП, но до сих пор там не появился телефон. И для того, чтобы вызвать больному человеку врача, жителям необходимо было идти до этого врача, говорить о том, что он болен, и потом ждать вызова на дом. Мы связались по телефону с исполняющим обязанностей главы муниципального образования телевисочной сельсовета Александром Чурсановым, и вот что он нам рассказал по решению данной проблемы. Дело в том, что сейчас главный врач амбулатории телевисочной, который руководит здесь у нас, так скажем, здравоохранением, она сейчас в отпуске, а медсестрой разговаривал с Инной Федоровной. Она говорит, я не могу сейчас сказать заявку, отправляли, не отправляли. В общем, сюда собирается Инна Алексеевна, получается, отходит к департаменту, да, на этой неделе. Мы хотим с ней переговорить по этому вопросу, то есть там проблемы-то, я в принципе думаю, что нет такой, чтобы поставить. Телефонная точка есть, то есть мы с администратором нашим в деревне Макарова этот вопрос, она мне звонила уже, наверное, месяц назад, мы с ней разговаривали, что необходимо. Как-то у них забуксовало все это. Будет сделано, единственное, что сейчас это все на фазе как бы орг-моментов. То есть, следуя из того ответа, который мы получили, можно сделать выводы, что до конца месяца в деревне Макарова в амбулатории все-таки появится телефон, ну а если его там до сих пор не установят, то вы тогда уже звоните, снова нам рассказывайте, и мы пойдем дальше искать истину. Еще один вопрос, который был задан нам на минувшую неделю, жительница Наринмара, зовут ее Мария, она спрашивала, положены ли медицинским сестрам, которые выезжают работать на село, единовременные выплаты, такие же, как получают и наши уважаемые врачи. Ответ на этот вопрос во время прямого эфира, как вы помните, мы не получили, потому что в управление бросили трубку в департаменте, да, не захотели с нами разговаривать, ну а уже после эфира спокойно нам удалось обсудить данную проблему, на самом деле вовсе она и не проблема, тут все понятно, вы сейчас сами это поймете из-за телефонного интервью, которое мы записали накануне программы. Вот пока что на сегодняшний момент документы готовятся на врачей, далее, потом посмотрим уже ближе, как потом, дальше уже не знаю, как будет. Есть вероятность, конечно, что возможно будет где-то ближе к концу года подосмотр еще для медицинских сестер, но это еще как бы вероятность, но это еще не факт. А это из-за отсутствия средств, да, в бюджете? Да, да, вы сами понимаете, да, то, что сейчас как бы очень дефицитный бюджет. И потом плюс вакансии, как бы у нас, к сожалению, так будем говорить, тенденция такая, у нас медицинский персонал больше, ну, часть приезжает, допустим, да, в село, год поработали, и все, и уезжает обратно. А то есть у них нет никаких обязательств, договора не подписываются? Ну, они возвращают, конечно, деньги, это часть, оставшуюся часть возвращают. А размер этой выплаты, он большой? Был? Был миллион. Врачам мы выплачиваем 500 тысяч за счет средств федерального бюджета и 500 тысяч за счет средств окружного бюджета. Вот, а медицинский персонал полностью выплачивался за счет средств окружного бюджета. Но просто федеральным законодательствам предусмотрено, да, что мы должны предусмотреть одну из мер соцподдержки, если мы, федералы нам дают эти 500 тысяч рублей на одного человека, да, то мы должны своим законодательствам что-то тоже предусмотреть какой-нибудь одной из мер соцподдержки для, ну, для врачей, либо для среднего персонала, там, неважно, да. Но у нас для тех, кто работает на селе, ведь меры соцподдержки ведь есть. У нас, во-первых, там, и как молодым специалистам выплачивают, да, денежные средства, плюс им компенсируют за проживание в селе тоже, то есть это все есть, понимаете. То есть, как вы тоже услышали, терять надежду не стоит. Все может быть сложится благополучно в конце года, по крайней мере, вот как нам сказала наша собеседница, есть шансы, то, что выплаты медицинским сестрам будут возвращены, я напомню, что тем медицинским сестрам, которые переезжают работать на село. Самое главное, чтобы отработали положенный срок за те денежки, которые выплачиваются. 2.11.45, телефон прямого эфира, это программа «Алло Студия». Студия, звоните, рассказывайте о ваших проблемах, а мы уже готовы дозваниваться до ответственных лиц и искать ответы на интересующие вопросы. Один вопрос уже к нам пришел в рубрику «Алло Студия» на сайте телеканала «Север». Сейчас я его зачитаю. Жительница спрашивает, подскажите, пожалуйста, почему цена на билеты в баню в Хариверском микрорайоне с января выросли почти на 100%? В декабре билет стоил 150 рублей, в январе 270. Нормальный скачок. В самой бане вразумительного ответа не услышала. Спасибо. Что ж, я так думаю, что нам нужно связаться с КБ и БО, чтобы понять, почему такая ситуация возникла, почему именно в этой бане слишком дорогой билет. Хотя, может быть, такая ситуация по всем баням. К сожалению, не могу дать ответа на этот вопрос, не пользуясь услугами данных учреждений. Вот, так что давайте попытаемся дозвониться в КБ и БО. И еще я хочу сразу же обрадовать жителей не только нового поселка, но и всех, наверное, горожан. Сегодня мы получим развернутый ответ на вопрос, касаемый благоустройства детских площадок. А пока телефонный звонок. Николай, здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста. Знаете, вот сейчас баню там говорите, что на 100% повысилось. Ну, это, по-моему, откладывается на второй план. Вы читали указ президента 16 марта 2015 года об увеличении списка льготников на получение лекарственных препаратов и медицинских изделий? Не читали, да? Нет, я знаю, что есть такой закон, но я с ним детально не знакомилась, как говорится, пока нужды не было. Нужды, да. Указ президента предоставить год для получения лекарственных препаратов и медицинских изделий для аппарата правительства, аппарата президента, управления делами президента, прокуратуры, следственного комитета и всех высших органов власти и депутатов, в том числе. Так, Николай, да, вот я понимаю, что ваше мнение крайне негативное по данному закону. Потому что участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, таких льгот не имеют. Они получают для себя только лекарственные препараты, для себя только. А вот высшие органы власти, которые где-то недавно указали, они проявили инициативу, чтобы 10% из заработной платы отказались от 10%. Да, да, да. За это им такие льготы, да, членам и семей. Это кручуственно. Это плевок всему народу и участникам войны. Николай, спасибо за ваше мнение. Вот я сейчас и думаю, с кем бы мы могли связаться и с кем можем связаться. Мы можем связаться, например, с сенатором от нашего округа, который бы мог, например, прокомментировать эту ситуацию. Потому что все равно любой правительственный закон, он идет через одобрение Совета Федерации, через сенаторов, либо свяжемся с Госдумой. Давайте мы сейчас подумаем и свяжемся, чтобы прокомментировали, почему был принят именно такой закон, именно такое постановление. И чтобы удовлетворить ту потребность информации Николая, которая у вас имеется. Спасибо большое за то, что Николай, вы позвонили к нам. 2.11.45, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь с вашими проблемами. Ну а мы уже будем дозваниваться и искать на них ответы. Кроме того, пишите к нам на сайт rksever.ru в рубрику «Алло Студия», проходите простейшую регистрацию и присылайте свой ответ. А я уже здесь его в режиме онлайн увижу. Напомню, что нам предстоит выяснить вопрос по стоимости посещения бани, в частности на лесозаводе. Так, сейчас мы пытаемся туда дозвониться. Я заодно посмотрю, нет ли у меня новых вопросов. Пока нет вопросов, дозваниваемся до КБ и БО, чтобы ответ узнать. А вы пока готовьте ваши вопросы. 2.11.45 наш телефон. Кстати говоря, сейчас наш телефон можно видеть вот на замечательном, как мы называем, бэкграунде нашей программы. Всегда он на виду. Также и адрес нашего сайта здесь указан. С легкостью смотрите и заходите, и пишите ваши вопросы. Мы будем на них отвечать. Напомню, что сегодня мы еще получим исчерпывающий ответ по установке детских площадок в 2015 году на территории города. Есть договоренность у нас с человеком, который прокомментирует. Жалко, конечно, что в студии мы не увидим его. Но, по крайней мере, я думаю, по телефону информация будет исчерпывающая. А вы, в свою очередь, спрашивайте. Не стесняйтесь. Мы будем дозваниваться до КБ и БО. Пока, я так понимаю, у нас не получается туда дозвониться. Договариваемся. Сейчас нам, наверное, расскажут. Был еще у нас вопрос про тотальный диктант. Сегодня звонили, спрашивали. Мы попытались тоже найти ответ на этот вопрос. И я должна сказать, что, к сожалению, тотального диктанта, по крайней мере, как нам пояснили, в этом году не будет некому заниматься. Это вот так, проще говоря, да, ответить. Так, КБ и БО отказываются давать комментарии. Нам очень, конечно, интересно. Может, попробуем напрямую связь. Я попробую расспросить. Сейчас попробую. 2.11.45 наш телефон. Звоните с вашими вопросами. А мы сейчас будем все-таки КБ и БО выводить напрямую связь, чтобы они ответили. Так, короткие гудки. Да, быть может, просто-напросто сняли трубку, чтобы мы их больше не беспокоили. Напомню, для тех, кто ждет тотального диктанта проведения этого замечательного грамматического мероприятия, его не будет в этом году. Так что, если вы хотите свои проверить знания, то, наверное, нужно искать какую-то другую площадку, быть может, в другом городе. А может быть, стоит просто подождать с следующего года, как знать, может быть, это мероприятие вернется к нам сюда, потому что оно очень большой популярностью пользовалось. А так вот мы тоже даже немножко расстроились, потому что многие сотрудники нашей компании пользовались, участвовали в этом диктанте. Не поняла. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я... Вас беспокоит программа Алло Студия, меня зовут Мария Владимирова, телеканал Север, это прямой эфир. Вот, как нам говорят, не хотите вы с нами общаться, а у людей вопрос, почему на лесозаводе баня стала очень дорогая со 150 рублей до 270? Угу. Можете пояснить? Вот мы по этому же вопросу. Что, что, что? По этому же вопросу мы. А, вы звоните к нам в эфир? Да, да, да. А, я так понимаю, что-то я принимаю, я дозвонилась. У вас, значит, вопрос по бане. Да, да, да. Угу, именно тоже на лесозаводе. Ой, с Хариверской. Да, да, да. Так, хорошо, больше у вас нет вопросов? Алло. Да. У вас еще есть вопросы? Да. И какой вопрос еще у вас? С Хариверской высокие цены. Да, хорошо, все, спасибо вам большое за вопрос. У нас техническая неполадочка. Давайте, да, дозвонимся в КБИБО еще раз, чтобы получить ответ. Я вот уже обрадовалась, что сейчас мы получим ответ. А тут, оказывается, жители звонят. И вот вопрос цены на баню в Хариверской очень интересует. Дозваниваемся. Алло. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Это прямой эфир программы «Алло Студия». Вопрос следующего содержания. Горожане спрашивают, почему в Хариверской стала такая дорогая баня со 150 до 270 рублей? В Хариверской. В Хариверской баня номер 2. Да, можете прокомментировать, пожалуйста. Да, потому что у нас эти тарифы уже с 1 января действуют. Ну. Вот. И тарифы нам утверждает городская администрация, по которым мы обязаны работать. Тарифы для населения. Угу. Вот. Ну, как я понимаю, просто уравняли тарифы между баней номер 1, номер 2 и номер 3. Вот и все. То есть, получается, в этих банях тоже такие дорогие билеты? В этих банях они всегда были дорогие, потому что у нас в бане номер 1 и в бане номер 2 было раньше 250 рублей, и сейчас 270 рублей стоит с 1 января этого года. А в бане номер 2, это в Хариверской, и в бане номер 4, это за лесозавод. Угу. Там 150 рублей был. Угу. Ну, вот баню номер 2, получается, приравняли к бане номер 1. Лесозавод не стали приравнивать, потому что там неблагоустроенный у нас жил фонд, основная, практически весь неблагоустроенный на лесозаводе. Угу. Поэтому там оставили прежнюю цену, а вот баню номер 2 приравняли. Ну, это городская администрация заявку утверждает, поэтому девушка, вам, конечно, надо туда звонить. Ага, понятно. То есть вы просто-напросто исполнители? Ну, да. Угу. Спасибо вам большое, тем не менее, все равно за комментарий. Спасибо большое. Спасибо. Я вот предполагаю, что, наверное, нам, чтобы получить исчерпывающий ответ, может быть, в рамках программы нам его согласятся дать. Давайте позвоним в саму баню, которая находится в Хариверской. Телефончик ее сейчас подыщем. И узнаем, почему вот такой резкий скачок со 150, ну, как-то уравнивать, на мой взгляд, вот такими прямо семимильными шагами как-то, наверное, не очень красиво, наверное, не очень справедливо. 2.11.45 наш телефон. Звоните. Думаю, что данный ответ не совсем удовлетворил жителей. Будем пытаться и выяснять, как же будет решаться эта проблема и почему вот такой скачок произошел. Еще бы я очень сегодня хотела услышать звонок из Великовисточного. Если вы помните, на прошлой неделе к нам позвонили сюда жители многоквартирных домов, у которых не было управляющей компанией. И глава муниципального образования пообещала, что этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки. Вот прошло 7 дней, насколько их хватило для того, чтобы хоть как-то решить эту проблему, хоть, быть может, откачать эти септики. Позвоните, пожалуйста, к нам сюда и расскажите. Жители Великовисточного, вот тех домов, которые остались без управляющей компании, очень хочется узнать, есть ли какой-то эффект от того, что мы пообщались и вот глава муниципального образования, конечно, ответ нам тогда обещания дать не могла о том, что все будет исполнено, выполнено, но тем не менее, может быть, хоть какие-то же шаги были предприняты. 2.11.45 наш телефон. Ну и пишите к нам в рубрику «Алло Студия» на сайте trksever.ru. Сейчас следующая тема, которую мы с вами обсудим, это детские игровые площадки на территории дворов города Нарьинмара. Мы будем связываться с организацией под названием «Чистый город» с Каневым Николаем Леонтичем, и он нам расскажет все про детские площадки, которые будут установлены в 2015 году во дворах нашего с вами любимого города Нарьинмара. Я перейду опять к другой стойке, так как у меня здесь тоже запасена информация. Есть у меня данные по тому, сколько, где и когда будет установлено площадок. Алло. Здравствуйте. Алло, Николай Леонтич, здравствуйте. Это Мария Владимирова, телеканал «Север», программа «Алло Студия», прямой эфир. Николай Леонтич, нам жители задавали вопрос касаемо детских площадок на территории города. Очень беспокоены, будет ли в этом году что-то новенькое, появится ли. Вы бы нам не могли рассказать по этому поводу? Пожалуйста, расскажите, конечно. Спасибо. Меня зовут Канев Никола Леонтич, я ведущий инженер по благоустройству МБУ «Чистый город». Добрый день. Сегодня на содержании МБУ «Чистый город» находится количество 45 детских игровых площадок. Хочу сказать, что в 2014 году провели ремонт детских игровых площадок. В мае 2014 года были выполнены работы по обследованию и восстановке дополнительного освещения на 15 детских игровых площадок. В июне 2014 года провели ремонт на 24 детских игровых площадок. В июле 2014 года провели ремонт на 20 детских игровых площадок. В июле 2014 года провели покраску количества 21 детской игровой площадки. За август 2014 года провели ремонт на 28 детских игровых площадках. Также в 2014 году установили таблички на детские игровые площадки в количестве 25 штук. Ну, там еще половину надо, осталось установим летом. А что за таблички? А вот это таблички, там кто обслуживает, чистый город, телефон. Наверное, вы заметили, есть такие таблички на 25. Затем городская администрация города Наймара на 2015 год выделила 16 миллионов 760 тысяч рублей на остановку пяти новых игровых и спортивных детских игровых площадок. Уже определили места по адресам. Улица Строительная 10-11, мы там будем дополнительно, там, наверное, вы знаете, эта площадка большая и там очень много свободного места. Это в районе Старой 5-й школы, да, я так понимаю? Да, да, да. Нет, это туда немножко, Строительная 10-11, там где есть площадка, там где новая. Ну, там места много, вот ее дополнить. Затем улица Рабочая 29, Титова 5, затем улица 60 лет Оскебря 3А, ну или 7, затем Макарабаева 9 и поселок Мирный. Это будут установлены новые детские спортивные игровые площадки. Ну, поступили коммерческие предложения на приобретение и доставку детских игровых площадок в город Неймар. Пришли из города Кирова, Архангельска, Сыктывкара, Ростов-на-Дону, Конрога. Значит, мы работаем, смотрим предложения коммерческие. Конечно, два года назад, насколько я помню, МКУ, управление городского хозяйства, когда устанавливали, они работали с Архангельском. Тут уже как бы немножко наработано, уже понятно, и вот сейчас буквально в пятницу пришли коммерческие предложения с Архангельска. Вот мы смотрим, и техническое задание, я думаю, что мы остановимся на Архангельске, потому что здесь все-таки и рядом, и, соответственно, цены будут какие-то такие умеренные. А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что уже с Архангельском работали, в этом году тоже, наверное, будет с Архангельском вести работа, а упор в площадках на что делается? Вот на что обращаете внимание? Она должна быть какая-то там вот суперустойчивая, быть может, к нашим морозам в том числе? Ну, вы знаете, там они сейчас предложения дали, конечно, там будет направление больше спортивно, конечно, тут и турники и тому подобное. Сейчас по телефону же много не скажешь, да? Ну, почему интересно, ведь людям, они хотят слышать ответ, вопросы неоднократно задавали, так что вы можете рассказать поподробнее, если есть такая возможность. Ну, вот у меня сейчас такой возможности нет. Ну, в общем, упор будет на спорт сделан, на спортивное составляющее. Ну, да, да, конечно, там и гимнатический городок, и брусья, ну, и, конечно, будут все площадки ковриком резиновым для покрытия детской площадки, есть новая технология, вот. Ну, и там, конечно, будут, ну, качели, ну, затем гонгольные, ну, борота для мини-футбола, ну, что-то такое. Да, я думаю, что в этом году оно будет немножко по-другому, и все-таки выбираем, потому что выбор огромный, да, но здесь надо все-таки выбрать то, что нужно нам для севера, то, что ближе к нам. Я думаю, что вот мы работаем над этим, я думаю, что, дай бог, потому что, конечно, коммерческие предложения Архангельск тут от 2 до 12 миллионов, сейчас вот пришло на 8 миллионов. То есть, как бы, работаем, просто-напросто надо найти то, что нужно нам. Что будет более оптимально, да? Ну, да, будет более оптимально, и, как бы, чтобы площадка была площадкой. Знаете, Мария, я всегда говорил, давайте делать лучше меньше, качественно, но чтобы было удобно. Потому что у нас сегодня, извините, 45 игровых площадок, ведь многие не соответствуют площадке, да? Я думаю, что это не есть хорошо. Я тоже с вами согласна. Да, и я думаю, что вот мы идем к тому, что лучше меньше, но качественнее, и это будет как-то все-таки и для детей, и удобно, и, мне кажется, не будет какого-то такого, есть площадки, которые, ну, ужасно. Ну, да. А скажите, пожалуйста, о сроке установки, в какие планируете уложиться, чтобы дети уже этим летом смогли поиграть, либо уже на следующий год? Нет, 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 конечно, этим летом, конечно, а как же, потому что уже коммерческие предложения приходят, и денежки выделены на 15-й год, мы должны... Освоить? Конечно, навигация, если мы с Арханским будем работать, значит, я думаю, что здесь как-то вот. Трудностей не должно быть. Спасибо вам огромное за развертки. Будем работать, чтобы не было, ну, трудности, Мария, ну, всегда есть. Ну, есть, конечно, никто не говорит, форс-мажоры всегда присутствуют, поэтому самое главное, чтобы все получилось, дело благое, дело замечательное, дети – наше будущее, дети – вообще цветы жизни, и все лучшее только для них. Спасибо вам большое, Николай Леонтьевич, за развернутый ответ, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо, всего доброго, до свидания. Напомню, что разговаривали мы с вами об установке детских площадок с ведущим инженером чистого города Николаем Каневым. У нас телефонный звонок, здравствуйте. Добрый день, вы меня слышите, да? Я вас слышу, да, здравствуйте. Меня зовут Светлана Ивановна. Да, Светлана Ивановна, здравствуйте. У меня вопрос будет по ЖКХ. Так. Вот у нас было собрание жильцов, вот, и многие жильцы возмущаются. Почему, вот, у нас есть приборы учета тепловой энергии. Так. Общедомовые. И вот пришло время, чтобы эти приборы прошли проверку. Угу. И проверку отправляли в Архангельск. Так. И жильцовую, вот, транспортировку в Архангельск с этих приборов брали, значит... Денежку, да? Очень дорого. Дорого у нас транспортировка, дорогая дорога. Нельзя ли сделать в городе Нарьенмаре такую проверку, такую вот датуре? А скажите, пожалуйста, а кто у вас управляющая компания? Нарьенмар Строй. Так, Нарьенмар Строй. Хорошо, Светлана Ивановна, мы сейчас будем связываться тогда с Нарьенмар Стройом, чтобы выяснить этот вопрос. Вы знаете, я вам подскажу, вот, свяжитесь, пожалуйста, вот у меня есть телефон 2-12-04. Это будет департамент у нас. Так. Департамент по ЖКХ. Вот. И в этом департаменте есть такой Кустав Сергей Сергеевич, который отвечает, вот, по приборам учёта тепловой энергии там в департаменте. Он вам лучше скажет, чтобы быстро. Хорошо, Светлана Ивановна, спасибо вам большое за звоночек. Сейчас мы попытаемся выяснить. Спасибо, всего доброго. 2-11-45 наш телефон, пожалуйста, дозванивайтесь и рассказывайте о ваших проблемах, а мы сейчас тогда будем выяснять по счётчикам теплового учёта. Но я всё-таки думаю, давайте сначала с управляющей компанией свяжемся, всё-таки управляющая компания счётчики на экспертизу отправляет. Вот если уж они нас не удовлетворят с ответом, то будем связываться с департаментом. Самое главное сейчас вот нашим редакторам найти телефон управляющей компанией Покет-С, ой, не Покет-С, Наринмар-Строй, я думаю, труда не составит. Ещё у нас есть один вопрос, пришёл к нам на сайт, интересуются жители посёлка Нальминос, когда там появится мобильная связь? То есть вот давайте тоже найдём ответ на этот вопрос. Итак, я напомню, те вопросы, которые у нас есть, в бане, к сожалению, пока с нами общаться не хотят, там трубку не берут. Нальминос спрашивает, когда у них там появится мобильная связь, это один вопрос. И есть ещё у нас вопрос от Светланы Ивановны, которая интересуется, нельзя ли проводить экспертизу счётчиков, учёт общедомового тепла, так сказать. Здесь, в Наринмаре, они отправляют в Архангельск, потому что жильцам приходится за эту транспортировку, за эту проверку платить по 3, а то и более тысяч рублей. Пока мы дозваниваемся, я сейчас попрошу нашего режиссёра вывести мне фотографию на нашу замечательную плазму. Сейчас вы поймёте, с чем это связано. Вопрос поступил. Изменилось в этом году место проведения традиционных гонок на снегоходах. Вот, пожалуйста, у нас есть фотография, как будет устроена трасса. Соревнования пройдут 28 марта, их никто не переносил, дату мероприятия никто не переносил, а вот место проведения перенесли. Напомню, что Качегортинская курья, в которой традиционно проходили гонки, она во время оттепели была на треть заполнена, залита водой и стала абсолютно непригодной для проведения гонок. Вы сами понимаете, что такой гонки по воде на снегоходах никто гонять не будет. И вот определились с местом, старый аэропорт. И вот здесь очень хорошо видно улица Российская, где расположены жилые дома. Вот внизу экрана вы видите. И сразу за ними будет обустроена трасса, где находится старт, где находится сцена, где находится детская площадка, торговые площадки, где будет ограждение. И вот в самом там, вот видите, дальнем углу у нас оленьи упряжки расположены, где установлен чум, там они будут дожидаться своего старта. Ну и вот палатки участников у нас расположены, стоянка для технических городок, так называемый, да, где будут проводиться соревнования. И вот как будет выглядеть трасса. Старт сиреневый – это большой круг, да, зеленый круг, сиреневый круг – это для буранщиков, а вот зеленый круг – это для оленей. Всем понятно. Даже вот эти знаменитые человечки надувные, они тоже здесь расположены. Традиционно они из года в год присутствуют. Так что я думаю, всем понятно. Если кому интересно, могу сказать, что соревнования будут проходить 28 марта. Называются они по кроссу на снегоходок на Кубок Героя Советского Союза, Героя России, Российской Федерации Артура Николаевича Челенгарова. Начало всего действия, конечно же, ну не для зрителей, а для самих участников в 7 утра. Достаточно рано, да, надо им приезжать туда, чтобы зарегистрироваться, потом пройти технический осмотр, разминочные заезды совершить. Ну и уже самое зрелищное такое начинается у нас в 8.40. Вот так вот рано. Я даже могу предположить, почему. Скорее всего, пока еще после ночи морозец такой держится и нас-то присутствует, вот, наверное, потому в 8.40 у нас уже будут отборочные заезды стартовать. Открытие соревнований запланировано на 10 часов утра. Времени до них остается очень мало, до наших любимых гонок. А мы дозваниваемся в Наринмарстрой. Чтобы получить ответ. Спасибо большое нашему режиссеру Дмитрию Маркову. Сегодня он работает на программе. Все очень оперативно. Вопросы у нас имеются, ищем на них ответы. Применение установлено. Пожалуйста, подождите. Ждем. Так вот, долго всегда гудки кажутся такими прям медлительными, тянущими. Здравствуйте. Здравствуйте. Это управляющая компания Наринмарстрой? Нет, это Наринмарстрой строительная организация. Так, хорошо. А вы не подскажете, как позвонить в управляющую компанию? 4, 31, 13. 4, 31, 13? 14, угу. Спасибо. Так, я только не поняла, 13 или 15? 13, да. А сейчас тогда дозвонимся мы в управляющую компанию Наринмарстрой, чтобы все-таки получить ответ на вопрос, который нам задала Светлана Ивановна. 2, 11, 45, наш телефон, звоните и пишите к нам на сайт в рубрику «Алло, студия». Алло. Алло, здравствуйте. Это управляющая компания Наринмарстрой? Да, здравствуйте. Вас беспокоит с программой «Алло, студия», телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Я со следующим вопросом. К нам обратилась жительница города и спрашивает, почему отправляются на экспертизу счетчики общедомовые за тепло, и за это с жильцов берутся достаточно большие деньги. Нельзя ли эту экспертизу у приборов учета проводить здесь, в Наринмаре? Вы бы могли пояснить нам данную ситуацию? Я трубку передам директору. Давайте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «Алло, студия». Меня зовут Мария Владимирова. Мы в прямом эфире. К нам обратились жильцы с следующим вопросом. Приборы учета тепла общедомовые отправляются на экспертизу в Архангельск, и жильцы должны за транспортировку денежку заплатить. Там вроде бы, да, как я поняла, 3000 рублей. Вот вы бы могли пояснить, нельзя ли эту экспертизу в Наринмаре проводить? И если нельзя, то почему? Почему? Потому что надо, чтобы была фирма, как она сказать правильно, сертификат у нее был, лицензии там и так далее, там подобное. В Наринмаре на сегодняшний день таких фирм нету. Если было бы, так можно было и здесь все это сделать. А трудно организовать такую вот компанию? Ну, если честно сказать, то трудно. Трудно, да? Ну, к примеру, можно было бы, я бы так думаю, такую компанию создать, допустим, на базе по КТС. Они же предоставляют тепло людям. Можно было там сделать, получить лицензию, подправить людей, чтобы они отучились и так далее. То, в принципе, вполне возможно. Ну, все упирается, наверное, в финансовое положение. А вот еще тогда вопрос. Вот достаточно такая большая сумма, да, если с одного человека 3000... С одного человека 3000, такого не может быть за транспортировку. Да, просто вот только что позвонили, сказали, что по 3000 рублей приходится платить. Вот я и думаю, что действительно... Да, 3000 рублей с одного человека за транспортировку, такого не может быть. А сколько тогда они платят? Ну, я вам не могу такое сказать. Конкретно-то позвоните в Беломор Транс, за сколько они за транспортировку берут. А, то есть, нет, подождите, вот вы управляющая компания, вот нам позвонили жильцы дома, которого управляющая компания является Наринмарстрой. И вот, в общем-то, почему мы к вам не звоним? Тогда вот поясните, из чего складывается цена? Люди же все равно как-то оплачивают, да, наверное, эту услугу, проверку счетчиков. Ну да, естественно. Вот, и сколько они платят за эту услугу? Вы так просто меня так неожиданно задали. А вот такая у нас программа неожиданная. А у вас, может, есть какие-то документы под боком? Ну, есть, должен быть паспорт на этот счетчик. Там, значит, по идее должно быть, что он бы, как сказать, то, что он сертифицирован, то, что у него поверка определенная и так далее и тому подобное. Это как бы целый комплекс такой работы, непростой, так сказать. И из этого складывается цена? Да, из этого складывается цена. Ну, тогда вот сколько в среднем должен? Не могу сказать. Врать не буду, не хочу. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Мы с вами созвонимся после программы, чтобы к следующей программе «Алло Студия» записать большое-большое интервью конкретно по этой тематике. Так устроит? Ну, в принципе, там можно все это организовать. В принципе, это не проблема. Все хорошо. Тогда ждите. Ну, только вы учтите, что я не могу так вот прямо разорваться. И сюда у меня сейчас люди сидят, как сказать, несколько человек, и вы так неожиданно звоните. Да, вот такая у нас программа неожиданная, потому что в противном случае трудно ответы получать на вопросы. Трудно, да, и мне тоже очень все трудно. Ну что ж, мы все равно до вас дозвонимся, у нас целая неделя будет. Спасибо вам большое. Так, если звоните меня на мобильный телефон, какие проблемы-то? Хорошо, все, спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Так, я так вот думаю, Светлана Ивановна ответ услышала, что из чего складывается. Здесь вот невозможно организовать достаточно финансово-емко данное мероприятие. Ну и вот за транспортировку, как оказывается, да, несколько другая сумма у нас получается. Пообещал нам руководитель управляющей компанией к следующей программе дать развернутый ответ. Если не удастся заполучить его, то мы будем тогда уже звонить непосредственно в департамент. Быть может, даже пригласим сюда. Кстати, напоминаю, что вот эта красная стоечка рядом со мной стоит. Она специально для гостей предусмотрена. Так что приходите, рассказывайте. Кстати, я сюда приглашаю ведь не только руководителей, а организацию, учреждений. Сюда могут приходить просто жители. Здравствуйте. Алло, Мария, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Анна. Очень приятно. А ваш вопрос? Мария, у меня вопрос под поводу детских площадок. Так. Сдается дом многоэтажный, передается управляющей компании. Вот в обязанности управляющей компании разве не входит обустроить придворовую территорию детской площадкой? Угу. Так, именно конкретно управляющий. Ну вот сдается дом, у него же бывает, как правило, нет еще управляющих компаний? Ну, управляющая компания конкретно у нашего дома, 1 Майская, 34, давно-давно определена. Вот не у нашего дома, не у соседнего, не близлежащие дома у нас нет детских площадок. А кто у вас управляющая компания? ПОК-ТС. ПОК-ТС, да? Давайте мы сейчас попробуем тогда дозвониться в ПОК-ТС и спросим, почему они не озадачились и не установили детскую площадку. Хорошо? Хорошо, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Так, давайте тогда мы сейчас позвоним в управляющую компанию ПОК-ТС. Сдается мне, как-то мы всегда, когда звоним в ПОК-ТС, получается замкнутый круг. А давайте для начала мы позвоним опять Николаю Леонтьевичу, чтобы уже понять, управляющая ли компания должна установить эти площадки, либо вот тот же самый чистый город, например. Адрес у нас есть, 1 Майская, 34. Давайте позвоним и уточним. Еще у нас, напоминаю, висит вопрос касаемо связи мобильной в поселке Нель-Мин-Нос. Алло? Алло? Так, угу. Мы дозваниваемся. 2-11-45, телефон прямого эфира. Звоните к нам сюда. Мы дозваниваемся Николаю Леонтьевичу. К сожалению, пока не удалось. Ну, тема такая, детских площадок она. Алло? Алло? Идут гудки. Давайте тогда в ПУК-ИТС, в управляющую компанию, позвоним. Хочется получить ответы на те вопросы, которые к нам поступают. И чем больше, тем лучше ответов, если звучит в нашей программе в прямом эфире. Вот видите, эффект неожиданности все-таки застает иногда врасплох руководителей. Они не готовы отвечать. Алло, ПУК-ИТС. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит программа Алло-студия, Мария Владимирова, прямой эфир. Вопрос у нас следующего содержания. Жильцы дома на Первомайской, 34, это, я так понимаю, семиэтажка, да, в управлении, да, находится. Они спрашивают, почему у них нет детской площадки, так как это полномочия управляющей компании. Вот вы можете ответить на этот вопрос? 4-69-85 напрямую на управляющую компанию. 4-69-85. Да-да-да. Спасибо большое, спасибо. Вот не помню я еще, что когда-то мы с первого раза дозвонились до управляющей компании ПУК-ИТС. Сейчас мы, наверное, позвоним даже в бухгалтерию, я уже могу предположить. Короткие гудки, кто-то уже звонит вперед нас. Надеюсь, что по другим вопросам звонят, а мы сейчас будем пытаться дозваниваться. 2-11-45 звоните и пишите к нам на сайт trk-sever.ru в рубрику Алло-студия. Мы будем искать ответы на ваши вопросы. Как видите, ищем, пытаемся добиться истины. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Здравствуйте, это управляющая компания ПУК-ИТС? Да. К нам обратились жильцы дома по улице Первомайская. К нам это программа Алло-студия. Меня зовут Мария Владимирова, это прямой эфир. Они спрашивают, почему у них дом уже давно сдался, заселен, а игровой площадки детской так и не имеется. Так, давайте я вам дам телефончик, трубку передам начальнику. Давайте. Давайте. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит программа Алло-студия, телеканал Север, прямой эфир. Жильцы улицы Первомайская, вот эта семиэтажка, да, 34-я, спрашивают, почему дом уже давно заселен, а до сих пор управляющая компания, игровая площадка там не обустроена. Вы бы нам не могли на этот вопрос ответить? Так, минутку, подождите. Адрес можете уточнить? Первомайская, 34, на кольце семиэтажка, которая... Дело в том, что мы установкой площадок детских не занимаемся. Так, а вы занимаетесь... Это дело, это городская администрация, мы занимаемся содержанием квартирных домов. А содержанием площадок вы не занимаетесь, которые установлены около тех домов, которые вы обслуживаете? Нет, как бы содержанием мы не занимаемся, то есть устанавливают и производят ремонт только сама администрация. То есть управляющая компания только то, что внутри, вот дома она тем и занимается. Ну, придворовая территория, соответственно, тоже следим за благоустройством. А детская площадка не входит? Но площадки мы не устанавливаем и не ремонтируем. Что ж, ладно, спасибо вам большое за ответ, спасибо большое, до свидания. Так, звоним тогда в Чистый город, чтобы понять, что там у нас в Первомайске, 34 по детской площадке. Интересно, что так долго искали в управляющей компании, когда, как оказывается, они не занимаются данными полномочиями. Сейчас все равно найдем золотую середину. 2-11-45, наш телефон, дозванивайтесь и задавайте вопросы. Время идет очень быстро, очень мало времени остается, нам нужно получить еще один ответ по мобильной связи в Налименосе. И я вот хочу все-таки пригласить к общению жителей поселка Великовисочное, которые звонили к нам на прошлой неделе, рассказали, чтобы как-то у вас там сдвинулась проблема с управляющей компанией или нет. Очень интересно. А мы дозваниваемся до Николая Леонтьича. На самом деле вопрос детских площадок, он очень актуальный, потому что строительство у нас идет, а детских площадок достаточно мало на территории города, и погулять-то детям порой даже ей негде. Вот, забавляются как могут. Вот у меня есть информация, да, я вот, например, Первомайская, 34, в этом списке пока не вижу. Алло. Алло, Николай Леонтьич, это еще раз вас Мария Владимирова беспокоит, уж простите. Тема, вы как вот рассказали, и людям сразу стало интересно, и наводящие вопросы пошли. Прокомментируйте, пожалуйста, вот Первомайская, 34, это семиэтажный дом на кольце, который у нас построен. Там управляющая компания Покет-Эс. Вот мы позвонили в управляющую компанию, они говорят, что установкой детских площадок не занимаются. Скажите, как-то вот запланирована в том районе установка детской площадки, Первомайская, 34? Первомайская, 34, вы знаете, когда мы в июле месяце, значит, решали опрос, я ходил на совещание Бебенину, июль-август, и мы предложили 10 новых детских игровых, детских площадок, да, и определили места. Но спустя вот это крутилось, вертелось, крутилось, вертелось, и нам выделили город, выделил, мы там вообще просили на 30 миллионов, да, город выделил нам 16 миллионов, и выделили именно 5 детских игровых и спортивных площадок на 15-й год. Вот, и затем, затем управление ЖКХ, они определили 5 детских игровых и спортивных площадок, которые я вам назвал. Да-да-да. Вот, и остановились в этом году только, только вот это. Я вам хочу сказать, что только вот эти 5 площадок, вот эти адреса, потому что уже заложили денежки, и дальше там мы-то, мы-то и как исполнители. Ну, понятно, да, то есть если о планах лучше говорить, то уже непосредственно в мэрию обращаться. Да, я думаю, что это обращаться надо в управление ЖКХ, управление ЖКХ, потому что они, через них это идет. А вот, я вам сказал то, что есть на 15-й год. Да, на 16-й год, на 16-й год тоже запланированы, ну, на 16-й год запланированы тоже 5 детских игровых площадок, но, ну, пока нет конкретных адресов. Угу, угу. То есть, быть может, и на 1-майской появится площадка только в 16-м году, быть может такое. Я думаю, что там, конечно, всегда можно скорректировать, Мария, всегда можно, потому что мы сейчас говорим об этих пяти, и то, я думаю, что, может быть, какая-то коррекция еще произойдет, но, по крайней мере, уже эти адреса в управлении ЖКХ дали четко. Спасибо вам большое за разъяснение, спасибо большое. Я тогда скажу нашей телезрительнице, которую зовут Анна, что давайте как в следующей программе, практика у нас такая уже появилась, мы попытаемся через управление ЖКХ получить развернутый ответ, конкретно по перспективным планам. Быть может, нам удастся уговорить, и площадка появится и в этом году конкретно в районе вашего жилого дома. Так, нам остается еще выяснить по телефонной связи в поселке Нельминос, по сотовой, еще у нас есть звоночек, здравствуйте. Так, 2.11.45, но я так понимаю, что, наверное, мы уже не успеем принять никакой звонок, давайте попытаемся узнать по сотовой связи в поселке Нельминос, когда она там появится, люди хотят общаться по мобильной связи. Давайте дозвонимся, пытаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... давать обещания по поводу того, будут ли у людей откачаны септики. Вот такая роскошь у нас еще, оказывается, может быть. Что ж, время программы у нас очень быстро подходит к своему завершению, остается 2 минуты. Надо нам получить ответ по поводу телефонной связи в Нельминосе, очень сильно хочется это сделать, чтобы уже, по крайней мере, многие ответы, многие вопросы были разрешены в рамках сегодняшней программы «Алло Студия». Очень я рада тому, что программа очень пользуется спросом, то, что вы дозваниваетесь, то, что вы доверяете нам. Мы будем стараться работать еще лучше для вас. И вот эта красная стоечка, она ведь не только для руководителя организации для ответственных лиц. Если вы активный житель города, да и не активный, ну уж очень накипело, можно прийти сюда к нам прямо во время эфира и высказать все, что вы думаете. А мы попытаемся вам помочь. А мы дозваниваем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит с телеканала «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Скажите, пожалуйста, вопросик есть у жителей поселка Нельминос. Когда у них появится сотовая связь, вы бы не могли ответить на этот вопрос? Дело в том, что по этому вопросу вам сможет ответить наш главный инженер. Так. Вы можете перезвонить по телефончику 2-11-33. Зовут его Павел Анатольевич. Так. И он прокомментирует эту ситуацию. Спасибо. А вы не можете на него перевести? К сожалению, нет. Нет, да, хорошо, мы сейчас перезвоним. Спасибо большое. Спасибо. Ну, давайте мы делаем еще один звонок. Я думаю, что если мы украдем одну минуту эфирного времени, по крайней мере, у нас люди будут довольны. Они узнают ответ на интересующий их вопрос. Самое главное, чтобы Павел Анатольевич был на месте. Да. Алло. Павел Анатольевич. Я. Здравствуйте. Прямой эфир. Программа Алло Студия. Телеканал Север. Мария Владимирова. Меня зовут. Обращаются жители поселка Нельминос. Они хотят знать, когда у них появится сотовая связь. Есть ответ на этот вопрос? Значит, по сотовой связи сейчас ведется работа по технико-экономическому обоснованию. То есть получено официальное письмо от компании «Мегафон», что они готовы присутствовать в этом населенном городе для предоставления услуг именно на мобильной связи. Но сейчас у нас идет вопрос. Это по стоимости, по доставке материалов и оборудования. Если у них есть желание, можете оставить мой телефончик, или я могу назвать, они могут набирать. Давайте. Скажите ваш номер, пускай они звонят вам. Да, 2-11-33. Павел Анатольевич. Да. А вот, кстати, «Мегафон», а это устроит жители? Как-то традиционно у нас другой сотовый оператор здесь? Ну, вот, к сожалению, только «Мегафон» изъявил желание непосредственно в Нельминосе находиться. Не могу сказать, с чем это связано, но вот он только изъявил желание. Спасибо вам большое за ответ. Я думаю, что жители поселка Нельминос будут дозваниваться теперь к вам с вопросами. Дорогие друзья, очень много сегодня было вопросов, и достаточно ответов нам удалось получить. Какие-то в полной мере, какие-то еще не в полной. Мы в течение этой недели попытаемся все-таки доработать, чтобы все ответы вас удовлетворили. Это была программа «Алло Студия». Я традиционно желаю вам здоровья и счастья, и увидимся в следующий понедельник. Всего доброго.